Мы находимся у меня дома, на моей кухне, так как рабочего кабинета у меня, к сожалению, нет. Все комнаты заняты под другие цели. Как писала моя любимая некогда писательница Вирджиния Вульф, женщина, чтобы заниматься творчеством, должна иметь собственное средство и собственную комнату. Со средствами вроде вопросов нет, но вот с комнатой проблема, поэтому мы находимся на моей кухне, на которой и, собственно говоря, вся творческая кухня и происходит. Я, как и все, сижу на карантине, позволяю себе его нарушать ежедневно, выходя на часовые, полуторачасовые пробежки или прогулки, потому что для меня вообще сидение в четырех стенах весьма губительно, в том числе и в творческом плане. Сразу задумываешься почему-то не о стихах, а как куда бы поехать, полететь, побежать, сбежать вообще. В принципе, вот. Ситуация карантина для меня, как для творческого человека, губительна еще так называемым информационным шумом, которого вокруг так много, он действительно вокруг и окружает, что очень трудно сосредоточиться на каком-то предмете творческого изыскания. Так как это изыскание требует тишины, в первую очередь тишины фоновой и тишины внутренней, эти вещи на сегодняшний день не очень возможны в условиях карантина, в условиях информационной вирусной атаки, скажем вот так. Что у меня сегодня на ужин? Кулинарка я весьма аховая. К кулинарии, вообще к хозяйству подхожу не так творчески, как к процессу написания стихов. То есть, в принципе, если брать меня одну, мне бы вот достаточно было, например, фруктов, овощей, чай, кофе, шоколад, творог. То есть, я вообще, в принципе, могла бы идти без готовых блюд, но дети, конечно же, не позволяют такой расслабленности. Поэтому, ну, то, что попроще. Дети едят обычно курицу, гречу, очень хорошо. Картошку, фрика все нормальные, дети, творожки, йогурт. Поэтому, ну, это не замысловато. За замысловатостью чаще всего обращаемся к службам доставки, если честно. Что бы я порекомендовала почитать? И что я читаю сейчас сама? У меня есть некоторая такая странная, может быть, особенность. Я одновременно читаю 5, 6, 7 книг. Причем одновременно, это практически одновременно взяла одну, почитала пару-тройку страниц, отложила, походила, взяла другую, третью и так далее. Но, тем не менее, постоянно в работе, ну, то есть, грубо говоря, не убираясь со стола, у меня находятся, так сказать, мои базовые вещи из пружины. Это Хорхел, Луис Борхес, которого я открываю и читаю буквально с любой страницы, с любого места, с любого абзаца. И всегда это почему-то открывается с новой какой-то стороны. То есть, Борхес у меня, собственно, идет не только как прозаик, но и как поэт. Ну, конечно же, в переводе, к сожалению, в оригинале я не читаю. Хотелось бы. Раз. Два, это Елена Шварц, избранное стихотворение. То есть, вот это, можно сказать, мой мельдоний, допинг поэтически. То есть, удивительные вещи. Бывает, читаешь книгу стихов и читаешь, хорошо, все замечательно, но не откликается. Книги же вот Шварц отвлекаются во мне тут же внутренним ритмом. То есть, я начинаю слышать вот этот вот навязчивый ритм. Дальше уже приходят мысли, идеи и, собственно говоря, стихи пишутся. Ни в коем случае не эпигонства, нет. Вот именно для какого-то, для раскачки внутреннего слуха. Для этих же целей у меня постоянно на столе и в работе Леонида Рензонова. Прекрасное издание в двух томах, выпущенное недавно. Тоже открываю буквально с любой страницы, вот видно, сколько тут закладочек, любимых стихов. И тот же самый эффект, вот именно ритма. Но здесь еще присоединяется звук. То есть, если по Шварц ритм, а Рензон это ритм плюс звук, тоже допинг, скажем так. Из баз, которых тоже постоянно в работе, это четырехтомник Ольги Седаковой. Причем здесь у нас речь идет уже не только о стихах, но и о других каких-то вещах, я считаю, необходимых любому пишущему человеку. То есть, вот, например, у нас том «Поэтика. Что? Как? Зачем? Почему?». То есть, вроде бы, поэтическая кухня, но преломленная через уникальное зрение Ольги Александровны мне крайне импонирующая. Том переводов ее уже с пояснениями. И самый такой том, которому я подбираюсь по-малу, очень аккуратно возвращаюсь обратно, том «Морали». Ну, собственно говоря, название говорит само за себя. Мораль всегда самая сложная в любом творческом деле. Этот спор, что превыше этик или эстетика в творчестве, да, вопрос этот лично я для себя оставляю неотвеченным. Эти книги у меня постоянно в работе. Из того, что читается сейчас, я хотела бы и дочитать сама, и порекомендовать другим, это «Диалоги Платона». Вот, может быть, так сказать, подступая к некоторому возрасту, понимаешь, что ты это не читал, становится стыдно, хочется прочесть. Вот последнюю поездку, как раз еще, когда карантин не начался, я была в Италии, взяла книгу с собой, думаю, я почитаю. Ну, конечно же, я прочитала две страницы, и на этом все. То есть, надеюсь прочитать. Также незаконченная, но, надеюсь, будет закончена в ближайшем времени, книга «Хазарский словарь» Миларат Павич. «Сербский колдун», я бы сказала. То есть, конечно, вроде на первый взгляд писатель одного поля с Маркисом, с Борхесом. Но, тем не менее, почему-то мне труднее к нему подступаться. Я труднее это читаю, я читаю это с карандашом, возвращаясь, загибая страницы. Книга трудная, безусловно. Но, тем не менее, оставляет она свой след, а более того, она заставляет читать дальше. То есть, есть книги, которые ты прочел, а на вот и до. А эта книга почему-то постоянно требует обращаться к другим книгам. Он откладывается, вот у меня отложена уже целая стопка по мотивам этой книги. То есть, что еще прочитать? Здесь получается, вот знаменитая «Я знаю, что ничего не знаю». Почему-то из этой книги и тянется хвост вот этой, так сказать, змеи незнания. Скажем так. Что касаемо книг. Наверное, все, на чем я могу как-то много говорить и долго. Стихи. Стихи я пишу сейчас, пишу в последние два года, как я поняла, я их пишу книгами. То есть, если раньше я писала их разрозненными текстами, которые, ну, вот текст о том, о сём, о другом, сейчас у меня почему-то стихи пишут с книгами. То есть, я беру тему и начинаю ее как-то рассматривать с одной стороны, с другой. Вроде бы это выглядит топтанием на месте, но постепенно это топтание на месте вдруг превращается в какой-то безумный танец дервиша, когда вот эта вот юбка дервиша, да, вертится, крутится, собирает пыль с дороги, песок, ветер. И вроде бы, что уже там было в середине не так уж и важно, но тем не менее, когда танец заканчивается, пыль стихает, да, укладывается, наступает ночь, и смотришь, ничего себе, ты, оказывается, книгу написал. Ну, порядка 20-25 текстов вот пишутся вот так вот, вихреобразно, воронкообразно. Ну, попробую почитать, наверное, плюс-минус последние, потому что, как обычно, всегда авторам хочется читать последние стихи, которые уже отошли, отчитаны, может быть, даже изданы, от них отстраняешься. Да, они вроде бы твои, но почему-то кажутся не такими интересными, как и новые. Итак. Форзац. Сесть бы в поезд, да и ехать, ехать через города насквозь, но нет. Человек идет в библиотеку, позабыв читательский билет. По обложке не протянешь ножки, говорят ему, ступеньку вниз, Он переступает, словно лошадь, надорвав случайно фронтиспис. И летит он с лестницы куда-то, синяки вбивая в переплет, Налету разбрасывая даты, собирая их наоборот. Так, чтоб если умер, то родился 90 лет тому назад, И себе тогдашнему приснился, и вздохнул. Форзац тебе, Форзац. Чится поезд, тащит человека, без билета, даром, за собой. Едет человек в библиотеку и не возвращается домой. Когда до снега еще далеко, а до лета уже никогда, Небо, черное молоко, закипит, и родится звезда. А шпаренное сорвется вниз, зигзаги чертя в пути. Если ты по странности где-то близ, не пытайся уже отойти. Смотри, как следом за павшей звездой бросится лунный клинок. Не бойся, он просвистит над тобой и звякнет где-то у ног. Повеет горячим, животным, большим, хлевом и хлебом. В срок ты увидишь обоих, как в зиму спешит белоснежный единорог С охлажденной звездою во лбу, а за ним, ковыляя на куцых ногах, Черт уносит стальной перевернутый нимб на черных своих рогах. Раскраивай дверное полотно, к полуночи податливо оно, К рукам твоим прийнет слезой и смолою. Слез этих не смахнуть, не осушить, и с ними остается только жить. Хотя бы до утра лишь солнце злое твоей коснется выкройки лучом, Дверной прожжет глазок, и нипочем в ущербе не признается, И как бы, не горевал ты над прорехой, но раскраивай дверное полотно по силам, Пусть входной замок расхлябан, еще не встав в готовые пазы, И ты в жилище новом не пожив, стоишь ветром открыт, вперед ни шагу. Но полотно берет тебя в тиски, и заготовка гробовой доски Штрихами точными ложится на бумагу. Желает знать охотник каждый, споткнувшись во первой строке, Куда летит фазан бумажный, и почему фазан бумажный, и черный карандаш в руке. Чернеет спелая рябина, и облепихий черной гроздь над черным солнцем греет спину. Вот черный лес, в нем черный гость, задравший голову дурною, грустит по черным небесам. Охотник голову понурив и сам сгрустнет. Фазан, фазан. Не ветерка, у черной речки подстрелен риф мою дурной. Лежит бумажный человечек, весь белый, весь такой-другой. Над ним не плачет ангел ночи, над ним парит не ангел дня. Фазан и карандаш заточен, летит нацеленный в меня. Мы не умрем, а если и умрем, сквозь пять углов невидимый пройдем, Как всякие легенды городские. Встречаемся, запомни, где-то время. Там мертвых нет пока, и ты меня легко узнаешь. Приглядись к теням, их будет пять, зацепленных по кругу. Рука в руке и оплетает руку. Тень каждая сама себе земля. Одна из них, возможно, буду я. Последняя деревня Чинквитерли. У ног моих лежат, зевая звери. И птицы на моих плечах птенцов выкармливают. Яростно пунцов садится солнца круг на чью-то крышу. Прости меня, но я тебя не слышу. И больше не услышу никогда. Пятиземелье, пятая звезда. Летит, и мы считаем до пяти. Она летит, и мы до десяти считаем. И становимся все выше. Стихотворение на злобу дня. Вирусное. Не выходи из ошибки, выйдя из комнаты. Не выходи. Дверь закрывается наглухо, чтобы уже не открыться. Зашел январем в Норильске, а вышел в июльский Крит. Самое время в белый песок зарыться. Ошибка не знает стен. Ошибка вирус. Войдя в тебя, ты же не думаешь, что дороги твои излечимы. Встретиться с прежними спящими. Вместе они раздробят твое государство на верионы, на псевдонимы. Мне не под силу вспомнить все мои имена. Все помещенные мной в карантин города-сателлиты. В них пролетают, бегут и всплывают со дна. Неизвестные прежде ни мне, ни науки, реликты. Схима моя ты, химия, дофамин. Мне бы нехваткой тебя еще ночь продержаться. День простоять и под вечер, конечно, сорваться. С шеи сорвать утекающий солнечный мим. Я притворюсь сумасшедшей, которая притворилась мной. Чтобы увлечь тебя сумасшедшим вот этим текстом. Не покупай полнометражный в центральном районе ошибки весной. Лучше бессрочно сними коммунальную. На отшибе со мной по соседству. Мне без тебя хоть кама, хоть лиман. Но пусть лиман. Там молоко в стакан тугой струей. Такая, боже, пена. Сравнимая с фонтанной же до и с ненаговоримостью, но до, А после все искусственно, как мы, Молчащие вдвоем среди зимы, Под ливнем, заливающим нам лицам. И лишь губам тепло. Но как бы ни напиться, рассвет ударит по больным глазам. Откроешь их с трудом, а зря. А там, где было плюс пятнадцать, минус тридцать. И, черт возьми, маячит сбоку перми. Какие там фонтаны, где теперь скрижещут челюстями ледоходы. И режут кадр закованной водой. Как ни прицелься объективом, счастья не. И ты уходишь в ночь, и на спине несешь остаток фразы за горами. А мы дошли до гор, они за нами. Они за нас, когда в глаза посмотришь мне. И, пожалуй, последняя на тему как раз поэзии. Стихотворение о поэзии. Оно так и называется. Поэзия и воздушный шар. С наступлением темноты, Когда за окном так тревожно, Так сладко пахнут цветы, Иоганн Вольфганг задится за черновик. Утром слуга подбирает с пола парик, Пахнет горелым макушкой и вовсе дотла. Слуга невозмутим, напевая ла-ла-ла-ла-ла, Достает из сундука, надевает на болванку новый парик. Фон Гёте, старик, простим старика, Не поднимать же шум из-за какого-то там парика. Париковых дел мастер не знал, Что старый хозяин этой ночью летал, И предыдущий, и пред-пред-пред, и так много лет. Поэзии воздушный шар возносит нас до горних сфер. Мы видим спутанность путей, земных путей, Но с высоты доступной ангелам и птицам. Летающий в ночи, не поднимай очей, Спалишь ресницы. Любой воздушный шар летит, Когда над головой горит огонь. Пускай поэзии, но тронь и кожи нет, Как не бывало. О, если б я вот так летала, Мой век, мой чистовик. Когда любой парик клеймит, И о болезни говорит. Да и поэзия, болезнь, В корзину шара трудно влезть, А вылезти и вовсе невозможно, Поскольку выброшен балласт. Но кто поэзии подаст Ее болезненную меру, Когда поэт неосторожный, Вдруг вырастает над собой, Отринав любовь и веру, И в клочья разорвав слова, Ла-ла-ла-ла, до тла сгорает. А дальше шар летит пустой, И где-то в стратосфере тает. Спасибо.